В этом уроке мы с вами продолжим тему, начатую в предыдущем. Если там мы говорили про наследование, то с наследованием рука об руку идут два других важных момента. Это каскадность и приоритетность. Что такое каскадность? Почему вообще таблицы стилей называются каскадными? Здесь это очень легко понять как раз таки из того, что мы уже знаем. Смотрите, вот у нас есть абзац. Если мы взглянем на таблицу стилей, мы увидим, что у него есть определенные правила. И в данном случае это отступ в 30 пикселей. Мы видим этот отступ, но мы на самом деле понимаем, что абзац выглядит таким образом не только за счет тех правил, которые у него указаны конкретно для него. Мы уже знаем, что элементы умеют наследовать свойства от своих родителей. И по сути каждый элемент собирает в себя каскад этих правил, которые он унаследует от других элементов, в основном от своих родителей. Получается, что на самом деле на этот абзац влияет не только это правило, а как бы виртуально здесь еще стоят вот эти два правила, которые он унаследовал от родителей. И вот это и называется каскадностью. Что тег, он собирает каскад стилей не только те, которые указаны для него, но и от вышестоящих родителей. Вот это и есть каскадность. Но наравне с каскадностью еще стоит приоритетность. Что такое приоритетность? Вы уже знаете, что у одного и того же элемента может быть несколько родителей. И в нашем случае, например, у некоторых элементов так и получается. Вот у нас есть, например, элемент ли, у него есть родитель уэль. И плюс ко всему их общий родитель это тег боди. И, соответственно, может получиться какая ситуация, что у нас тег боди передает, например, цвет всем остальным тегам. И другой родитель, вот у нас есть уже правило для уэль, мы сюда пропишем также правило, которое передает цвет элементам, находящимся внутри этого тега. Давайте попробуем отличающийся какой-то цвет. Если тут у нас был серый, то сюда мы возьмем тот же красный. Вот у нас получилась интересная ситуация. Для самого элемента ли у нас, по сути, никаких правил не задано. То есть он тег как тег. Правила мы для него не задавали. И сейчас у нас получается ситуация, что данный тег наследует свойство color от двух вышестоящих родителей. Во-первых, от боди, во-вторых, от уэль. Так вот, что делать браузеру в этом случае? Цвет у элемента может быть только один. На то, чтобы задать этот цвет, претендуют два родителя. Вот здесь используется первое правило приоритетности, которое вы должны запомнить. Если элемент наследует какое-то свойство от двух вышестоящих родителей, то будет использоваться всегда свойство от ближайшего родителя. И в нашем случае ближайший родитель – это тег «oel». И, соответственно, если мы обновим страницу, мы должны увидеть именно вот этот красный цвет для всех тегов «li». Посмотрим, так ли это. И они на самом деле у нас стали все красными. И сразу здесь же мы с вами познакомимся сейчас с отличным инструментом, который позволяет отслеживать вот эту приоритетность. Это тот самый плагин Firebug, который мы установили. Вот здесь в правом нижнем углу у вас должен появиться такой жучок. Можно щелкнуть по нему, либо можно щелкнуть клавишу F12. Мы попадаем здесь на вкладочку HTML. И здесь вот есть такой интересный инструмент для анализа элемента страницы. Щелкните по нему и выберите для анализа тег «li», который у нас один из тех, который стал красным. И вот здесь смотрите на правую колонку. Мы видим вот эту ситуацию, когда у нас показываются те стили, которые элемент наследует от вышестоящих родителей. И в данном случае хорошо видно, что он унаследовал фонт от тега Body. При этом Color, смотрите, стоит зачеркнуто. То есть это свойство было проигнорировано. А вместо этого был взят цвет от его ближе стоящего родителя тега UL. И кроме этого, оттуда же он унаследовал еще вот это свойство, что маркер должен быть картинкой. Вот это очень интересный и полезный инструмент в рамках нашей темы наследования и приоритетности. Поэтому мы им будем пользоваться. И причем здесь очень хорошо, что удобно мы можем отключать ненужные стили для проверки. Вот допустим, если мы отключаем стиль, задающий цвет через родителя UL, мы видим сразу, что у нас начинает действовать вот это правило. То есть цвет начинает наследоваться от тега Body. Вот это была первая ситуация, когда у нас вариант с двумя родителями, которые передают по наследству свои свойства. Используется свойство от ближайшего родителя. Вторая возможная ситуация, когда для самого тега еще задано правило. У нас может быть спокойно такая ситуация, что задано не только от родителей вот этот цвет да оно, но и для всех тегов ли, например, задан конкретный цвет Color. Допустим, так, из ColorMoney возьмем золотистый цвет и сохраним. Вот у нас вторая ситуация, когда на элемент начинают действовать три цвета. Один от Body, второй от родителя UL и третий задан для самого элемента. Вот в этой ситуации главным окажется правило, которое мы сейчас только что написали. Если для элемента задано конкретное правило, то все наследования игнорируются. Запомните вот это. Если мы посмотрим на обновленном варианте, мы видим, что все теги листы, али золотистыми. И если мы анализируем опять-таки этот же элемент, то у нас видно, что вот для тега листы задан цвет, и он именно используется. А вот эти от родителя UL и от Body перечеркнуты. То есть они во внимание не берутся и игнорируются браузером. Вот такая вторая была ситуация. Но это все цветочки. Обычно бывает ситуация, когда для одного и того же тега задано несколько правил, одних и тех же, но разными путями. И сейчас мы смоделируем эту ситуацию и дадим браузеру очень сложную задачку. Во-первых, чтобы показать этот пример, давайте сделаем следующее. Мы дадим для вот этого тега UL, для родителя, идентификатор MyList. Во-вторых, мы для тега ли, для конкретно одного тега ли, дадим еще класс специальный. Назовем его, например, new6. Плюс ко всему мы еще дадим идентификатор самому этому тегу ли. Допустим, напишем li super. И еще один момент, который я вам до этого не объяснял, но время которого уже пришло. Это специальный атрибут, который позволяет задавать стиль прямо в HTML теге. Это, конечно, сейчас не используется, либо используется очень в крайних случаях, но вы должны знать, что такое есть. На самом деле мы можем задать стиль еще прямо в самом HTML теге с помощью специального атрибута style. Пишется это вот таким образом. И здесь же мы напишем еще стиль, который задает цвет для этого тега ли. И посмотрим, какой-нибудь цвет выберем. Например, рандомом я сейчас пощелкаю. Ну, пусть будет вот такой малиновый. Копирую и прописываю напрямую в HTML теге стиль. И здесь пишу свойства color. Теперь давайте зададим цвет еще несколькими способами. Сейчас у нас цвет задается, во-первых, наследуется от body, во-вторых, от ul. В-третьих, для тегов ли еще задан цвет. В-четвертых, мы задаем цвет для класса new6. Мы здесь создали специально класс new6. И создаем цвет еще для него. При этом, чтобы не забыть, какие мы цвета где задаем, давайте дописывать комментарии. Комментарии в CSS ставятся вот таким образом. Slash звездочка, звездочка, слэш. Здесь у нас получается золотистый цвет. Так, просто от ul у нас там наследуется красный. Можно скопировать. Дальше, для класса new6 мы задаем еще какой-нибудь цвет. Рандомом еще раз. Ну, вот пусть такой будет темно-зеленый. Так, так же пропишем. Так, далее мы зададим для этого же элемента цвет через идентификатор. У нас есть идентификатор li.super. У нас будет такая очень сложная задачка для браузера, но в то же время вы в ней все поймете, как происходят вот эти принципы приоритета. Так, и для конкретного идентификатора мы задаем еще один цвет. И пусть будет вот такой синий. Так, ну и совсем, чтобы уж было все по-серьезному, давайте мы еще вот такой вариант рассмотрим, что мы задаем стиль для данного элемента через его родители, элемент ul с идентификатором mylist. Не зря мы писали идентификатор mylist. Мы говорим, что следующий наш селектор выглядит таким образом. Внутри элемента с идентификатором mylist нужно найти тег li с классом new6. То есть это как раз-таки наш элемент. Он находится внутри элемента с идентификатором mylist. Сам это тег li и имеет класс new6. То есть мы для него прописываем также правило, которое задает цвет этому элементу. Посмотрим на ColorMoney. Опять-таки возьмем какой-нибудь цвет, которого у нас еще не было. Например, коричневый возьмем. Назовем его шоколадный. Так, отлично. Мы создали суперзадачку. У нас для одного и того же тега, для вот этого тега, теперь есть очень много вариантов цвета. Во-первых, мы передали ему цвет через тег style. Здесь мы задали... Кстати, я не запомнил, какой мы задали цвет здесь. Можно заодно его посмотреть. Так, это ярко-малиновый. Запомним, что здесь мы задали ярко-малиновый. Это в самом теге. Это был первый вариант. Второй вариант. Это для всех тегов ли у нас вообще задан золотистый цвет. Это третий вариант. Для этого же тега у нас задан класс new6. Точнее, это был второй вариант. Для этого тега же задан класс new6. Это третий вариант, зеленый. Сам этот тег имеет идентификатор. Также задан цвет четвертый вариант. И через его родителя мы создали еще один селектор. Пятый вариант. Шестой наследуется просто от родителя. Седьмой наследуется от body. То есть, по сути, у браузера сейчас стоит непростая задача. На один и тот же элемент претендует семь правил, говорящие о том, какой цвет этому элементу нужно установить. И браузеру нужно решить эту непростую задачу. Как он будет поступать в этом случае? Здесь уже нет такого простого решения, как, допустим, мы делали. Два наследуются, третий задан конкретно для элемента. Те отбрасываются, а тот, что задан конкретно, он используется. Здесь же у нас конкретно для элемента задана куча вариантов. На этот случай браузер использует специальную, так называемую, таблицу приоритетов. И выглядит она вот таким образом. Каждый из селекторов имеет свой вес. И сейчас мы с вами посчитаем просто каждый из селекторов и посмотрим, какие баллы получит каждый из вариантов. И вариант, набравший большее количество баллов, будет использоваться браузером в первую очередь. Итак, селектор тегов дает одну очко. Сразу посмотрим пример селектора тегов. Это вот, например, лид. Мы задаем селектор через тег. То есть это селектор тегов обыкновенный. Он дает всего лишь одну очко. Дальше пример селектора классов, который дает уже 10 очков. Вот у нас типичный пример селектора классов. То есть мы выбираем из HTML страницы элемент по классу. То есть селектор классов. Он дает 10 очков. Дальше у нас идет id-селектор, который дает 100 очков. Его пример мы видим вот здесь. Конкретно для элемента у нас задан id-селектор. То есть мы выбираем элемент конкретно по его идентификатору. Это и есть id-селектор. И плюс вот здесь еще идет у нас id-селектор, но уже для его родителя. Но это в принципе не умаляет достоинства, потому что в конечном счете мы все равно обращаемся к тому же самому элементу, по сути. И последний у нас там остался. Это встроенный стиль, который дает 1000 очков. То есть в 10 раз больше даже, чем id-селектор. Встроенный стиль – это тот самый стиль, который я вам показал в самом начале. Это мы написали через атрибут style для элемента стиль. Это используется очень редко. Мы уже знаем, что html не должен использоваться для создания внешнего вида страницы. Поэтому такая сейчас редкость. То есть вот это дает уже 1000 очков. Соответственно, запоминаем. Этот вариант у нас сразу дает 1000 очков. Теперь считаем здесь. Этот вариант, который у нас состоит просто из селектора тега, дает всего лишь одну очко. Здесь мы пишем 1 балл. Далее у нас идет селектор классов. То есть один и тот же элемент, но здесь мы ему задаем цвет уже через класс. Это уже дает 10 очков. Дальше мы задаем тому же элементу через его идентификатор. 100 очков. Так, а здесь у нас используется сложный стиль. Во-первых, идет идентификатор. То есть он дает уже 100 очков. Дальше идет селектор тегов. Это еще одно очко. В итоге 101. И класс. Еще 10. В итоге 111. То есть этот дает нам 111 баллов. Так, вот такая у нас вырисовывается картина. Эти вообще баллы никакие не дают. Они будут действовать только в том случае, если конкретно для элемента не задано правило. Так, в итоге у нас получается, что здесь 1000 и здесь по убывающей. Да, 111, 110 и единицы. Теперь сохраним таблицу стилей и обновим нашу страничку. Если мы все правильно посчитали, изначально у нас будет малиновый цвет у вот этого первого элемента. И мы видим, да, что у нас задается малиновый цвет. И теперь внимательно смотрим на вот эту табличку, которая нам показывает все правила, которые, по идее, действуют на данный элемент. И мы видим весь этот список, да, который мы составили. Это первый вариант. Он используется как раз таки, потому что набрал больше всего очков. Дальше у нас идет второй, третий, четвертый, пятый. И вот эти наследуемые, шестой, седьмой. Теперь давайте убирать по одному. Если бы вот этого не было, то есть мы его отключаем, то смотрим, у нас стал коричневым. Если мы вернемся к нашей схеме, ну, шоколадный вот он, да, то есть как раз таки по той иерархии. 111 баллов, то есть следующий был бы вот этот, если бы того не существовало. Теперь отключим этот вариант. У нас в свои права вступает следующий вариант. Это синий, да. Синий у нас идет вот чуть выше. Вот он набрал 100 баллов. Это ID-селектор. Если мы отключаем его, у нас вступает селектор класса. Он набрал 10 баллов. Вот у нас текст стал фисташкового цвета. Дальше. Если мы отключаем селектор классов, у нас начинает действовать селектор тегов, который набрал единицу, да. И здесь у нас золотистый цвет, который влияет вообще на все теги Li. Если мы его отключаем, то начинает действовать уже наследование от первого родителя. Это красный цвет. Если мы отключаем родители, начинает действовать цвет, у наследованный от тега Body. Если мы его отключаем, то вообще становится черным изначально, который браузер задает цвет самостоятельно. Вот таким образом работает вся эта история. Я думаю, что не зря мы этот длинный пример с вами создали и разобрали, потому что на нем тема наследования прослеживается очень и очень четко. Когда к одному и тому же элементу применяется с разными путями несколько свойств одного и того же порядка, то есть одно и то же свойство, по сути, но разными путями, то браузер использует вот эту таблицу приоритетов, которую вам нужно запомнить. Но она всего состоит, по сути, из трех элементов. Встроенный стиль можно даже не брать во внимание. Он побеждает всегда практически. Вот эти три, запомните, ID дает сотню, селектор классов 10 и селектор тегов единицу. Ну и здесь у вас еще может возникнуть такой вопрос. А что если два варианта наберут одинаковое количество баллов? То есть это вполне может быть такое получится. В этом случае действует правило, которое гласит, что ниже стоящий элемент в таблице стилей имеет больший приоритет. То есть при одинаковом количестве баллов тот вариант, который стоит ниже по коду, он будет являться более важным. Но это, конечно, бывает достаточно редко. На этом мы здесь заканчиваем данный урок. Обязательно разберитесь с этой темой. Если что-то недопоняли, посмотрите этот урок еще раз, потому что тема важная, и никак нельзя ее пускать на самотек. Главное помните, что если элемент получает свои свойства, просто наследуя его от родителей, то здесь важнейшим является ближайший родитель. А уже дальше, если конкретно к элементу присваиваются несколько свойств, то есть одно и то же свойство присваивается несколькими путями, то вступает в дело таблица значимости, где идет подсчет баллов для каждой конкретной ситуации. На этом здесь все. Жду вас в следующем уроке. Продолжение следует...